У меня был кореш, супер белочник, супер перекрытый, в хлам типок, короче, как-то в очень жестком пьяном веселье, вот он залез, блядь, вот на этот мост, на верхнюю его точку, еще я прям помню, что дул витрина, блядь, мы ему кричали, серый, блядь, у тебя сейчас дует, а он, короче, взял и начал ссать оттуда просто. И что, на вас-то попало? Я не знаю, по-моему, это был дождь. Надеюсь, не золотой. Сори, ребят, за такую историю, но это было. Вот если бы тебе сказали, залезь, Гришань, на самый верх и пять лет, пять лет ближайше, ты будешь главным рэпером в России, полез бы? Слушай, ну полез бы, но мне кажется, можно и не лезть, и им стать. Хорошо. Ты становишься самым востребованным, лютым ведущим. У вписки такие цифры, что Майкл Джексон думает, дэм, как они это делают? Так он уже не думает, все. Ну, думает, но у тебя до конца жизни 50 палок. Не, я не согласился, 50 маловато. Майо-то я спрашивал то же самое про самым великим музыкантом. Он такой, да, конечно, стал бы. Магнуму, помню, говорю, слышь, ты становишься самым великим до конца жизни, с семь палок. Он говорит, да нормально, у меня и так столько. Скажи, сейчас Тюмень это столица рэпа в России? Ну не, пока рановато, я думаю, так говорить. Мне кажется, у нас в принципе нету столицы рэпа в России, но Тюмень очень ожила, мне кажется, и очень сейчас хорошо себя проявляет. И не только в рэпе, то есть я вот как говорил, там снимают пацаны, что было дальше, там студия «Союз», короче, наши повсюду. Тут реально дофига суперталантливых ребят, и это фэкс. Майо-мьюзик, расскажи, чем крут каждый участник. Ну, реально самое свежее дерьмо, что сейчас есть, это Мэлон Мьюзик. Хотите грязи ебанутые, бля, истории барыг, послушайте Ромчика. Хотите немного лирики вспомнить бывшую, послушайте Янгвэя. Хотите, бля, качнуться жестко, тестостероново, чтобы, бля, запампиться, послушайте Симми. Хотите лирики о любви или просто жестких панчей, послушайте Майо-то. Хотите охуенный комикс посмотреть Лёхи, Кью Джейл, зайдите в Инстик, вообще пукните, бля. Хотите абстрактного звучка с угарными словами, послушайте Диджей Ганси. Ну, то есть, реально, каждый... А себя-то, себя-то забыл. Не, ну, бля, хотите Гоу-то послушать Лил Будда. О, ребята, привет. Это Майотикс. Я тут небольшую уборочку решил устроить. Ну, раз уж вы здесь, раз уж вы здесь, то я думаю, что я быстренько так, чё, кого раскидаю, зажили были, чё вообще, как, я, кто я, чё я вообще себя представляю. Вот это называется пи-пи-дастер. Ну, папа иногда у меня называет эту вещь просто... У меня есть вот такой шар, он сдулся, правда, но раньше я постоянно делал вот такую темку. О, блядь, только он сдулся, сука, на мостики ху**ил. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. О, это я вот такой вот светлячок, маленький, красивый. Два козлана на одной фотографии. Тоже два козлика. Я и мой паханчик. Гена, а.к.а. крокодил, а.к.а. геноцид, а.к.а. гендальфсеры, а.к.а. канцерогеночка, а.к.а. геном. Вы видите, радуюсь чисто под ёлочкой. Уже тогда радовался, найденной шишечке. Уже тогда кайфовался, да. Видите, покажу, что я слушал, когда я начинал делать музычку. Это важно. Я был очень рад, что я познакомился с этим человеком потом вживую. Сейчас встанет блядь. Я не ксу. Отдельный салама летит. Попрошу обратить внимание на вот эту полку. Альбом DDT и диск 50 цента. Вот такая вот, как вам коллаборация? Ха! Нарисован чёрт. И тут кто-то пририсовал мне Артём Н. Причём не моим почерком. У меня кто-то есть. С тех, с кем я учился. Папа вот мне тут книгу подсовывал. Всё об охоте. Чтобы я учился охот-хозяйству. Папа увлекается охотой? Папа у меня не просто увлекается охотой. Как я живу музыкой, так он у меня живёт охотой. Ну вот, да, вот такой вот я родился. Меня сразу воспитали под охоту. А ты с ним ездил? Конечно, я ездил с самого рождения. Я до сих пор являюсь обладателем своего собственного ружья. ТОЗ-34 вертикалка, у которого так два ствола и два курка получается. Вот. Так что... Крау! Как говорится. Я могу сказать, эта фотка называется волчары. Как говорится, работа не волк. Работа — это ворк. Волка-то ходить. На английском. Я был маленький, и папа мне такой говорит, «Так, пойдём на выставку охотничью». Я говорю, что за выставка? Он говорит, да тебе понравится сто пудов. И что-то вот смотрел, шёл такой по этой выставке, и тут мне... Ну, папа такой говорит, типа, «А ну-ка встань, вот тут я тебя сфотографирую». Не жалко тебе зверей? Ну, на самом деле, сейчас уже жалко, конечно же, когда ты начинаешь смотреть на это всё от третьего лица. Просто такой момент, что ты, когда воспитываешься с самого детства, перед глазами это всё видишь. Ну, то есть тебе говорят, что это не просто нормально, а это почётно. Я видел и добычу, и разделку этих животных. То есть я уже никак не боюсь ни крови, ничего. Я всегда это чуть... Ну, батя мне всегда это на реальную жизнь чуть-чуть переводил. Ну, короче, это мотивировалось всё такими чуть более... Даже не знаю, как объяснить. Нужными, нуждами какими-то. То есть... Тебе нужно мясо семье? Да, то есть мы не просто ради азарта, а мы такие, типа, «Так, зачем нам покупать колбасу, типа, да, которая там дофига химикатов, там, полуфабрикаты». Если можно, вот мы можем сейчас свою ливерную колбасу сделать. Берём кишку, в неё фарш с сайлом складываем, и с чесночком, и с травами. Это всё в подвешенном состоянии. в коптилочку, это всё потом чик-чик-чик, это всё вообще вот так. Я за гортранспорт, честно говоря. Да, в общем, всё просто моментально. Я за машину, потому что, ну что я... Просто так, что и права получал. Давайте разделимся и забьёмся, кто первый приедет. Я, чур, за машину. Я с ним. Ты на автобусе. Как и хотел. Один? На автобусе? Жин вообще поедет на самокате. Так что погнали, парни. Раз, два, три! Погнали! Нет! Ну что, Колян, давай, забивай адресы и погнали. Да я тебя так доведу, я знаю, куда ехать. И куда? Прямо 200 метров. После съезда с вороткой, потом будет гудка с собакой, потом лесопарковая зона, степь и полоса препятствий. Мы в прошлый раз куда поехали? В Челябинск. А приехали куда? В Чебачинск. Да ладно, ладно, запускаю. Это спектакль «Свои в городе». И в главной роли я, Ирина Горбачёва. Блин, ну сыро и хоть на край света поеду. Погнали! Свет, камера, маршрут построен. Интересный сюжетный ход. Маршрут перестроен. Вот же собака, вот, я тебе говорил, помнишь? Халло, Вася. Тим. Так, Тим, ну вроде мы на месте. Блин, дом вообще, знаешь, как мы очень похож. Один в один. Знаешь что? Я, походу, вбил в навигатор свой адрес. Коля. Да ладно, чё ты, ну с кайфом же доехали. Голос Ирины Горбачёвой нам маршрут озвучил. Ну приятный же голос. Ну в принципе соглашусь, потому что Яндекс.Карты действительно удобное приложение. Там есть вся информация о пробках, ограничениях скорости, обозначены перекрытия, съезды, разъезды, парковки. Ах, благодать. Также в Яндекс.Картах вместе с голосами Касты, Зидер, Рината Литвинова и Лилина Бутенко есть голос Ирины Горбачёвой. Так, Коля, и чё делать-то будет? Не знаю, я пойду собаку погуляю, раз мы возле дома. Ты не трапил там, где трапил я, тогда о чём ты тут не можешь затирать. У меня яда бежит струя, если хочешь, дам тебе его отлизать. Это двор, в котором я провёл своё детство, погнали. Там жизнь, туда мы все смотрели печальными бедными глазами и думали, да, машины, магнит, надо там чё-то купить, хаспить, бабки, клюхать. Шоссе-граница, которая разделяла бедность, адвокатство. На самом деле, да, там уже другой район, типа вот это через дорогу считается, там уже восточный район начинается. А здесь ещё, типа, тюменский микрорайон. Чё, у меня не снимайте, я тут ебану всё. Да ты некрасивая, мы и не будем. Я туда с шерстью. Во, мой район, бля, красава. Молодец, с шерстью ебану, красава. Да это райончик, это Тюмень, кайф. Тюмень, общий иуу! Тюмень! Я так и хотел. Пацаны, вы мне рады? Нет! Кто-то, кто-то всё-таки рад, бля, с натяжкой, но… Это же ваш город, вы должны здесь быть, ну, отцами. Брат, брат, мы здесь отцы. Но не надо забывать, что, типа, это всё-таки ещё район, и он всегда будет районом. Тачку посмотри, здесь всегда не наш рэп будет играть, типа, несмотря на годы. Именно в этом месте, мне кажется. Это дом, в котором я жил с Аленой Водонаевой. Это было ещё до хайпа Алены Водонаевой? Она… она уже пиздец известная была, я даже Диму Билана не знал тогда. А она уже была взрывной вообще, она же тут в Тюмени на телевидении, она очень давно. Ты тегнул Алену Водонаеву, и она выложила это в сторис. Да. А я ей написал, йоу, привет, там, типа, мы с тобой жили в одном доме. Она такая, да, я тебя помню, да, там, типа. Мы увиделись буквально там через пару недель, типа, вы пиздели, прикольная, вообще, прикольный человек. Алена, знаете, из таких девушек, у которой каждый жест тонкий, вот Алена даже, типа, подходит, там, взять что-то с полки, она такая подходит, такая… Ям ахуя, она всё время в позах таких, она, короче, прям женщина. Я не знаю, как это назвать, это женственность, это чё это, но вот в ней этого полно. Ты жил в Италии, Франции и Великобритании? В Италии мало. У меня мама работала за границей, мы ездили туда-сюда, три месяца там, одну неделю там, три дня там, год там. Когда это началось? В детстве, типа, года в четыре. Это сложно? Это пиздец, сложность, понимаешь, когда вырастаешь. Да тут даже не в Европе дело, а в том, что я просто, типа, был пацаном, который с самого детства переезжал, и у меня каждый раз были новые друзья в школе. Смена друзей вечная, вот она напрягала. Я прям пиздец себя плохо вел. Я просто грубил учителям, тьютерам там, из дома убегал, граффити рисовал. Вот последней каплей было это, когда в Германии мы граффити рисовали и маме штраф там выставили. Когда в подростковом возрасте тебе, ну, начало так немножко сносить крышу, чтобы ты стал плохо себя вести? Я реально, блядь, с детства себя хуево вел. Вот у меня был кореш Антон Лимаренко, вот на этом балконе, короче, мы кидали яйца. Цель была какая? Попасть именно в кабину, бля, в лобовуху, типа, кинуть немножко заранее, чтобы он наехал. То есть это целая схема. Короче, яйца закончились. Мы малые, у нас денег, ну, как бы, нет. И мы берем, короче, и набираем, блядь, из-под крана воду в банке. И давай воду на прохожих выливать. А был мороз 35 градусов. Я, короче, так и не понял, что за физическая реакция там произошла, но какого-то хуя мы оставили женщине ожог. Ну и все, и нам стучаться в дверь мы такие, не открывая, мне мама звонит, говорит, Ром, знаешь, где я сейчас сижу? Я такой, где? Она такая, участкового. Ты в курсе, что у нее там ожог какой-то степени? Она на всю жизнь такой останется. Че делать будешь? Я такой, ну завтра с конфетами приду извиняться. Она такая, как бы не так, Рома? Тебе стыдно за это сейчас? Да пиздец, как, брат? Она навсегда такой осталась, ты понимаешь? Но я однажды спас людей из пожара здесь, в Тюмени. У нас типа частного сектора дофига горел, типа, дом деревянный. Мы такие с корешем идем, думаем, бля, вдруг там спят люди. И просто вышибаем двери в натуре. Там бабушка с внучкой спят у них дом, как ритмы их спасли. Обучение в Англии. Давай поговорим о нем. Я учился на звукорежиссера акустического оборудования. Как-то так. Короче, был в Саутгэмптоне. Это город, из которого выплыл Титаник. Там была типа академия творческая. И в ней была такая хуйня. Это что-то типа, короче, русского ПТУ. Но не ПТУ, короче. Но это при универе. И ты туда можешь пойти перед тем, как поступишь на вышку. Мы ходили на практику, на всякие звукозаписывающие студии, на оркестровые, всякие представления. Смотрели, как там расставлять барабанщиков, где должен быть контрабах, кто впереди, кто сзади. Типа, скука. Сейчас ты хорош в звукорежиссуре? Я вообще в ней ничего не понимаю. Мой альбом, который должен был выйти в сентябре, он поэтому как бы и стоит. Потому что вся сложность в сведении, типа… Почему ты скипнул историю с Саутгэмптоном? Не доучился? Ну, во-первых, напомню, я был плохим подростком. Это типа просто так надо было, наверное, по сценарию любому плохому подростку сделать. Ну и плюс звукори все моего направления живут не очень хорошо. What's up, ребята? Это Сими. Melon Music 2021 год. Мы на Зарике в Тюмени, мы снимаем вписку с пацанами. Зарика – это первый заречный микрорайон. Вот это самое опасное. Я вам сразу говорю, пацаны, поэтому телефончики подальше прячь. Вот это вот дом, в котором я прожил всю свою сознательную жизнь, все свое детство. До этого еще было несколько квартир. Мы постоянно ездили, меняли хаты разные. Вот с мамулькой. Только-только переехали из Ишима. А Шима – это когда деревня? Ишим. Ишим, да. Ишим – это город. Это город по Тюменской области, да. Ты в интервью говорил, что мама порой оставляла 500 рублей тебе в неделю и уезжала на неделю. Да, 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 да. Была такая. Типа, квартирка не такая большая была. Вот мы с сестрой там со старшей. Типа, и так и с мамулькой ютились. Вот, и мамулька уезжала на дачный домик. Вот. Ну, на тот момент, когда 500 рублей, это еще что-то, что-то было. Вот. Я еще постоянно тоже постоянно подрабатывал, что-то делал. Вообще работать начал с 13 лет. Вот в Сочи, могу говорить, шкафы-купе. Какой был район твоего детства? Если честно, достаточно было такое, что я в дворе хапнул немножко, потому что это Тюмень, это Зарика, пацаны. Здесь все борются за выживание. В любом дворе, где мы здесь сейчас будем проходить, я здесь везде дрался. Мне кажется, вот в таких местах и пиздячек как раз можно. Да, вот там пиздячек и получали. Я всегда, типа, был спокойный, но я всегда дрался. И, типа, вот я, может, за жизнь, но раз за два пиздячек получал. А здесь что было? Ну, Грузилово. Больше знаешь психологическое Грузилово, когда ты стоишь, и на тебя толпа подходит, у тебя людей в черных костюмах, в черных костюмах с тремя полосками. Адидас. А ты прямо как-то выглядел неформально особенно? Ну, брат, я всегда миликий. Вот мне 25 лет, 26 лет будет, и я даже на свой возраст особо не выгляжу, только если там не побряюсь и не высплюсь. Как, да, бэби фейс. Девочкам я всегда вот нравился. И, возможно, да, как-то подбешивал. Есть мелочь, нету, попрыгай, не буду прыгать, бум, все. Понимаешь? Это, типа, классическая тема. Найду ебало бью нам. Ну, че нахуй, а? Где вы все? Сейчас мне просто подтянется контингент. Ты его вызываешь в злых духах. Да, да, да. Пять лет назад ты мог представить, что будешь ходить с накрашенными ноготками? Пять лет назад, да. Вот десять лет назад сто пудов. Если ты десятилетней давности образца встретил бы себя нынешнего, то ты мог бы чиполаха себе прописать. Я бы сто пудов золопнулся, да. Но меня за это время сильно поменяло, на самом деле. Но в тот момент я был реально другой человек, у меня другие амбиции были, другие вообще какие-то взгляды на жизнь и так далее. Это был подростковый возраст, мне было 15 лет. Вот. И тогда, наоборот, хотелось становиться всегда более мужественным и так далее. Ну и тем более, да, еще закоренелый андеграунд, поэтому сто пудов. Недорогие билеты и перелеты. Хочешь путешествовать, молодой человек? Хочу. Недорого и с большим кэшбэком на будущее путешествия? Я не знаю, кто ты такой, но да, хочу. Тогда срочно устанавливай приложение One Two Trip на свой смартфон. Я исполню твои желания. Любишь пляжный отдых? Любишь горы и сноуборд? Всего одна минута в приложении и твоя тревел-карта с большим кэшбэком от One Two Trip готова. И никаких походов в банк. 8% на покупку авиабилетов. 10% на покупку ЖД-билетов. И целых 15% на бронирование отеля. Крутоож! Спасибо тебе, Синий Джин! А эта... Отправь меня тогда на море, сделай свои маги. One Two Trip! Кэшбэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ... Блин, прикольно, слушай, но я всё-таки не то имел в виду. А что ты хотел? Я простое такси. У меня нет такого кэшбэка как у One Two Trip! Шеф, 80 рублей до ближайшей сауны. Садись, куда хочешь. Поехали. Я котенку я отложила вон там. Отложила? Личинку выдавила котенку. Все, моя добычница. Кого? Добычница. Отжала самокат. Добычница. Я первая в семье принесла. Ты кто такая? Можешь это? Я не понимаю, я подъехала. Ходит тут, что-то говорит, когда добычница, первый раз девушку вижу, два раза сфоткалась, и уже что-то быкует, ходит. И вот эта арка, здесь мы играли в такую игру, брали мячик, короче, футбольный, и кто типа выше пнет, до какого этажа, типа вверх. И до какого пинали? Ну, бывало, кто-то бывало из пацанов, прям случайно запинывал на крышу, типа. Да ладно. Да, да, но причем это было как? Мы малые пинали, и там типа пятый, шестой, пятый, шестой, и кто-нибудь старший подходил, дайте я один раз пну. Бам, мячика нету, он такой и убегает, типа. И мы такие, бля, а что делать? Я был всегда таким, это, пухлячком, смотрел анимешки всякие разные. Да ты что? Что смотрел? Как раз таки больше мейнстримный смотрел по типу Наруто, Блич, там, Шаман Кинг. Ну, у нас экспериментально не было дневников, был чисто электродневник, электродневник, говорю, электронный дневник, типа, где все оценки были, типа, на сайте. Любой родитель, типа, мог просто зайти, ввести свой пароль и посмотреть. А ты мог его сломать? Я не так делал, я брал, короче, и когда приносил домой, у меня родители такие, так, давай пароль, я всегда им протягивал пароль, где одна какая-то цифра неправильная, типа, или что, что-то говорил, вот это, написали учителя. Они пытались водить, и такие, почему не заходят, и не на меня думали, а типа, блин, видимо, что-то не так учитель продиктовал. Пока родительского собрания не было, я кайфовал, там, кайфую, только родительское собрание, все, я щемлюсь по всем углам, искал себя, так сказать, потому что, ну, потерял я себя мгновенно, просто от звонка, например, вот. Закончил родительское собрание, батя звонит, говорит, дома? Одно слово, я говорю, да, ну, все, жди. Я считаю достопримечательность, это вот эта поляна, это прям такая же великая поляна, как и с Меллоубайт. Мне кажется, здесь я провел большую часть своего времени в детстве. Ну, помимо двора еще, в котором я маленький игрался, здесь мы прям отрубились в футбол люто. У меня начался период, когда, ну, 16 лет, все пацаны ходят по впискам, вокруг играл Яникс и, по-моему, Янгтрепа. Я начал выпивать очень люто и дошло до того, что, ну, я перестал спортом заниматься, все, кайфово, что, что, кого, девчонки, сегодня едем на тусовку, там, и все, и с утра встаешь, блядь, так плохо после вчера, пойду-ка я эссы пивка долбану в красно-белом возьму или гаража лимонного. Давай какую-нибудь историю вот с тех вписок. Был, например, день рождения мое, 18 лет, то есть я решил отпраздновать прям люто, люто снял большой загородный дом, назвал кучу людей, наверное, человек, ну, как будто человек 30-40, а приехало в итоге там друзья друзей, друг позвал подругу, человек 60. Я подходил и каждому наливал по рюмочке, сам чокался со всеми, по-моему, тогда водку пили. Я такой, все, все, погнали, ну, и, блядь, по иронии судьбы я первый самый нажрался, и там происходила лютая дичь, во-первых, там, помимо, как говорится, блядства, разврата наркотиков, то есть там прям кто-то занимался плотскими утехами прям в сауне, кто-то что-то там нюхал, да, возможно, ну. Но вероятно. Да, может, там, может, и порошки, может, и жопу чью-то кто-то нюхал. Просто поднимаешься по лестнице и просто, типа, сыт в угол, говорит, да тут уже ссали, типа, я говорю, какого хера он там, говорит, да тут уже было нассано, грубо говоря. Один из пацанов нашел где-то в шкафах лаврушку, лаврушку, раскрошили ее почти в талово, и еще одному моему корешу, который по пьяни, ну, он просто никогда не знал, как выглядит травка и все такое, они ему просто ее впарили за деньги, говорят, зацени, мы тебе травы намутили, покури. И могли ему там еще что-нибудь туда присыпать, так, чисто для бодрости. Мухоморов, например. Да, да, мухоморов, там, грибок у кого-то с ноги, с носка, носок сняли, туда покрошили человеку. До сих пор там ходит, наверное, такой, ищет себя. Когда мне выставили еще счет за то, что ки от бильярда потеряли, там, то, сё, пято, десятое, залили бильярдный стол, и у меня получилось, что я залога, ну, дополнительного штрафа отдал больше, чем сам дом. Сам дом как будто был уже такой, типа, ну, сорок за сутки, но, типа, для Тюмени это нормальная стоимость. И я еще как будто шестьдесят там должен был. В итоге все, что мне надарили на день рождения, я, мне еще и не хватило отдать штраф, я потом у батя занимал. У вас в музыке очень много гейских шуток. Часто у многих крашены накоточки, цветные вещи, длинные волосы. Не боялись ли вы, что вот эти реальные пацаны, ваши старые друзья, будут за это вам предъявлять? Ну, давай начнем с самого начала, во-первых. Ну, мне кажется, 80-90% всей молодежи России, у всех пацанов есть гейские шуточки, даже у борцух, которые ходят и на Боско, мне кажется, сто пудов есть вот это. Я, мне кажется, вот первую гейскую шуточку я получил от пацанов на районе, кто вот были там озера или армяне, которые могли подойти вот так резко схватить за яйца, такие, то, сё, пятое, десятое, типа. И ты, конечно, вот так, типа это, и они такие, а чё ты, чё ты? И вот от самых вот брутальных чуваков все угорают по гейским шуточкам, так что это нормально сейчас. Как Ирина реагирует, когда, допустим, Гриша пишет тебе в Инстаграме, мойотик хочет мой клык? Я первая, кто будет на свадьбе у них. Ирина вообще относится к этому нормально, она даже наоборот, типа, подстрекает на эти шуточки. В этом плане, мне кажется, поэтому люди и такие всегда серые, потому что, во-первых, многие себя в этой стране ограничивают. Как минимум фразы, а чё подумают другие, типа, похер, чё девчонки скажут, главное, чтобы с пацанами на суете там никто не сказал, да, что я там на попугая похож. Я вон буду бежать в толпе, и меня это мусора увидят, сразу распознают по этой жёлтой куртке, да. Одно время я, например, начал носить яркие вещи в том же самом политехе, да, мне говорили, типа, о, чипсоед, типа, там, да. Почему чипсоед? Мы были ровесники, но они как будто считали, что я из другого поколения, то есть, что они из поколения девяностых, которые ездят на пятёрке, на Симаге, слушают там Мишу Круга, здороваются, когда вот так здороваются, ещё вот этой рукой, вот так, чуть-чуть тыльной стороной, знаешь, так, типа, здороваются, и так, здорово, здорово, пацаны, здорово, там, со всеми. Обязательно заходишь в компанию, где 20 человек, ты со всеми должен поздороваться, если ты с кем-то не поздоровался, ты руку обоссал, типа. У всех штаны такие, типа, широкие, прямые, с подкатами вот такими, приталенные такие куртки ЕА7, и барсеточка, либо сумочка палёная, гуччи, что-нибудь такое, типа, ну, и кипарик, скорее всего, и они все вот на таком ходят. Толком не занимаешься, но тебе надо всегда бой с тенью поделать, типа, как будто, чтобы, если что, окружающие видели, что ты, если что, можешь, типа, засадить кому-нибудь там в печень. Потом начал я уже как-то подстригаться не так, как они, то есть мог, например, наоборот, с длинными волосами ходить, мне уже прикалывались, говорили, типа, вот, все, уже пошел на женский путь, грубо говоря. Просто от того, что у меня волосы были, как у, например, как у Бибера. В общем, эти люди не шарили за моё там. Да, они не шарили, а сейчас они позеры и делают вид, потому что говорят там, «О, братишка, здорово, я видел, ты приехал, чё, встретимся?» Выражайте себя, не бойтесь, что о вас подумают другие. Мне кажется, что жизнь слишком коротка, чтобы себя удерживать в рамках. Ты говорил ещё в интервью, что одна из таких первых твоих крупных работ, это был вахтовик в тайге. Ты жил месяц с мужиками в палатке. Это, грубо говоря, дремучая тайга, прямо там, медведи ходят, ты прилетаешь, и такой, «О, медведи ходят». Я видел. Я один раз видел, вот, как раз на первой самой вахте, когда я ездил в 17 лет, я издалека где-то метров 200 увидел медведя. Страшно? Первобытный такой страх, когда ты стоишь вокруг полностью болота, то есть там убежать-то быстро нельзя. И там тебя медведь стоит, вот так вот встает, вот так вот вынюхивает, типа, и ты такой, ёбаный стыд. Месяц в тайге, в палатке с мужиками, в общем, как это? Не знаю, бро, мне реально нравилось, это просто на месяц выпасть абсолютно без гаджетов, без всего, физическая работа и хорошие деньги. И реально я приезжал подкачанный, загорелый, и с деньгами это прикольно было. Причем ты же нормально поднялся. Ну, относительно это, знаешь, сейчас вот, ну, 110 тысяч, прям 100 тысяч. Ты там рассказывал историю, как поднялся на 25-метровую вышку, чтобы закручивать гайки. Да, это был момент такой, то, что я приезжаю, тоже нужна была работа, а когда тебе нужна работа, извини меня, у тебя ни бумажки, ничего нету, ты приезжаешь и говоришь, я сделаю абсолютно все. Бригадир спрашивает меня, говорит, боишься высоты, я говорю, ну, вроде нет, вроде или нет, я говорю, ну, нет, не боюсь. Я не знал даже, боюсь я или не боюсь, он говорит, ну, все тогда, говоришь, а в люльку полезешь. Все, заложу в люльку на 25 метров вверх, там фигарит ветер, люлька эта шатается, я в шоке нахожусь в этот момент. Ну, вроде как-то переборол, справился, но еще вот прям в первый день работы, я помню, там в каске все на объектах, должны все работать в каске. И там начался ураган, срывает металлический лист, короче, и мне этот лист прям в голову, в каску прилетает. Ну, то есть, если я был бы без каски, все, вписка бы здесь сейчас не стояла бы с Алексеем. Самое такое ебнутое для меня, что я делал, это когда я прилетел в Китай, и мне говорят, типа, слушай, у тебя же вообще охуенный английский, типа, без акцента, тебя же никто не спалит, что ты русский, кроме как по паспорту. Говорит, я тебе могу предложить такую работу, короче, допустим, одна китайская компания, отсосная, берет инвестицию у другой, ебучей, типа. И ты должен приходить с этой отсосной компанией вместе за один вечер до встречи выучивать бизнес-план и прикидываться, что ты белый инвестор этой компании. Это привлекает более, ну, вот эту крутую, ебущую компанию. И ты сидишь просто и причесываешь, что да, я инвестор, я нашел в них такой потенциал, вот в прошлом году мы вложили столько-то, инкам, столько-то процентов. Я раз в семь на таких встречах восемь был, не больше десяти. Тебе верили? Там, понимаешь, ты сидишь и ссышь, да, но это Азия. Ты едешь в метро, тебя будет минимум три рыла фоткать. Еду в метро, я понимаю в моменте, что-то смотрю, тип, короче, меня фоткает. Так, прям сидит, такой, ладно, окей. Вот так сел, и тут меня тип сразу фоткает. Окей. И тут меня тип прямо фоткает. Я такой начинаю смотреть вот так и понимаю, что кто не фоткает, просто на меня смотрит. Ну, дружить с ними, например, невозможно, потому что это предвзятое очень дружба будет. Они будут тебе вылизывать очко постоянно. Типичная ситуация, я стою в банкомате, и что-то там я не могу разобраться, потому что одна из кнопок китай... А, две кнопки китайские, я, бля, боюсь не на ту нажать. Подхожу к мужику, благо он говорил по-английски, благо white. И благо такой, давай я тебе сделаю, кайф. И, короче, помогает мне, что-то помог, там, две минуты дело. И он мне сходу такой, что делаешь вечером? Пойдем в ресторан, я позову всю семью, я, типа, позову всех друзей. Клуб начинает мне показывать фотки клуба, там он уже собирается, все с ним кому-то, алло, давайте, ну, то есть вот. И за три-четыре месяца до того, как поехать в Москву, я опять поехал в Китай, чтобы заработать там бабок перед Москвой. Поехал туда, а там начинается пиздец. Все нелегально работали. На улице объявление, типа, йоу, если вы видели там, блядь, иммигранта, просто скажите, что вы его тут видели. Короче, они начали прохавывать, что, блядь, из Новосиба может представляться Моникой из Лос-Анджелеса, типа, и говорить, что она американка и учит людей, там того полно. Рустам, я знаю, ты это видишь. Я говорил тебе, что я стану известным и верни мне мои 700 юань. Короче, тип вообще легенда. Тип снял цокольный этаж в китайском доме. Ну, типа, жилом. Двадцать девять, блядь, или сколько-то этажей. Подвал организовал там английскую школу, школу английского языка. Мы поднимаемся прям в падик, открываем дверь, там просто трехкомнатная хата, 40 тысяч китайских детей, блядь, Оргул. И еще кто-то, блядь, в падике. Я говорю, Рустам, тебе пизда, тебя спалят, у тебя куча родителей стоит в подъезде. В моменте просто он пишет, ребята, на нас облава, всем пока. Короче, блядь, день зарплаты сегодня, он не отвечает никому. День зарплаты завтра, все уже в чат. И он такой, типа, ребята, мне нужно вам кое-что объяснить. Надо в видеочат. Ребята, вы все меня жж... Это все из-за ваших жоп. Из-за того, что вы ходите и всем трещите, всем... Короче, пошли вы все нахуй, типа. И такой, блядь, и все, я никому бабок не выплатил. Вот это было прикольно. Ты же снимался для лукбуков. Раньше, да, часто снимался для лукбуков русских и не только русских брендов. Вот мы сегодня в ТЦшку эту с Ваньком заходили, и там баннер висит, фотография какого-то чела. Ну просто, там вот они фоткают, я говорю, слышу, Ванек, прикинь, там раньше я висел, типа, да, реально. В Code Ready такой стою, там реально в полном луке, в торговом центре на витриночке. А это прям была твоя работа? Ну, закидывали немножечко, конечно, когда за это... Мне нравилось, я такой, думаю, бля, фоткаться, фоткаться, я модель. Вот альбом выйдет, я думаю, пойдет одежда, пойдут какие-то съемочки тоже сто процентов. Я после того, как закончил свой колледж, получил диплом, мне пришла повесточка и все такое. Я такой, так, надо работать, надо что-то делать, нужны деньги. А связи были, ну, на завод идти работать, типа, очень много всяких таких. Либо какую-то свою суету наводить, и я вот первым делом решил такой, так, ну, попробуем где-то вообще пить и просто почувствовать вообще, что такое, получить общение с людьми. Но, блин, это было всего четыре дня именно вот в этом доме, где я сейчас даю интервью ребятам с вписки, вот очень символично. На четвертый день у меня, ну, уже поехал крышак, потому что администратор, который был. Грубо говоря, моего возраста чувствовал себя каким-то выше только лишь потому, что он администратор, а я, типа, официант. Но выше был ты. Выше был по росту даже я, по телосложнению крупнее я был, то есть я был, в принципе, сложнее типок, чем он. Там, где раздают пиццу, говорят, неси за четвертый стол, я ее выношу там, а за этим столом сидит, типа, управляющее заведение этого. Я выношу, ставлю им, говорю, ваша пицца? И на меня все смотрят с такими глазами, типа, какая пицца? И я такой прям, а у вас не пицца была? Такие, нет, я такой, ой, извините, поворачиваю так голову, два-три шага делаю, и меня администратор встречает. Сука, положи на место и проваливай, типа, что-нибудь типа такого. Я такой, что? Не понял вообще, что это за фигня. Ну, ложу пиццу, начинается... Кладу пиццу, начинается выяснение отношений. Я думал, что сейчас подожду, типа, и в итоге как-то я что-то остыл, причем остыл таким образом, что меня вот Думи, как раз один из чуваков, кто у нас самый первый, вот из наших ребят. Переехал в Москву. Да, переехал в Москву, кто уже там работал на студии, сделал студию, работал там. Он мне такой пишет, слушай, так а что, хотели же в Москву перебираться, я понимаю, что там денег сейчас у тебя мало, там все дела. Но, как минимум, я уже могу предложить тебе работу на студии звукарем. Я такой, блин, по-моему, идея супер. Поговорил с батей, там все дела. И, ну, он вроде сказал, что, ну, если у тебя будет монетка барахтаться, так сказать, в кармане, и все будет четко с местом жительства, то дерзай. Собственно, вот легендарный балкончик. Здесь было скурено кучу всего ненужного, больше всего сигарет, конечно же. Прошу заметить, вот, есть такая вот тут темка, вот где железяк, вот тут за ней. Но, как правило, это были сигаретки, то есть вот сюда я просто так сиги ныкал от батя, и все, и он никогда сюда не залазил. Когда кайфовая песня играет какая-то, всегда она вот так, прям обязательно вот так чуть-чуть. Ну, типа, не вот так прям, как этот, как уже молодой, а чуть-чуть вот так, типа, оттопырить. Вот прям чуть позоновски так вот, чуть-чуть совсем. Раз. И обязательно вникать в каждую нотку, типа. Подписывайтесь на вписку, брейте киску, слушайте группу «Прыгай киской» и «Кей пассаж», а также говорите свои дела, чем делать вам массаж. Вот в том доме живут много фанатов моих, я вам говорю, реально. Я не раз слышал, когда мне кто-то звонил, я брал трубку и мне говорил «Мы сейчас на тебя смотрим». Страшно, пиздец. Яхай, блядь! Вы когда-нибудь видели переносную рюмку? Раз, и сложил ее, как шайбу. Раз, хлобысь, поставил. Не рекомендую, не пью и пьющих презираю, как говорится. Я везде играю, то есть у меня свободная минутка, я прихожу даже и могу просто сидеть, простые мелодии. А как я в армию пошел, да из родного дома, и был у меня талант наебать любого, но наебали там меня, меня поприли, дали в руки ХБ, парашют вручили. Видите иголки? Это иголки для тату-машинки, для тату-машинки. И этими-то иголками сделана одна из моих первых татуировок, которые делал мне Леха Кюджей. Вот тут такая татуировочка. Она прям, видно, что такая прям неочемная. Такой портачок. А значит здесь создавался визуальный стиль мелан-мюзика. Ну да, можно и так сказать. Ну это самая моя первая мастерская, и вот то место, откуда я больше всего всяких работ сделал. Ну и тоже такое знаковое место в том плане, что много кто здесь побывал. Даня тот же тут тусовался часто. Вот Леха тут жил, вон его кровать. Вот там, наверху. Лил Мелан-то вот этот чувак. Да, вот в красном. Вот Леха Симми. Ну вот я под ними. Ну на почве граффити мы сошлись, что Леха рисовал с Симми, рисовал, получается, Даня. Ну пацаны рыповали, там что-то делали, писались постоянно. И вот как-то вот мы в этой движухе находились. Там или, например, вот здесь, когда вечеринки какие-то проходили, Даня приезжал с драм-машиной и прям на ходу записывал что-то или делал, и мы под это тусовались. И весело было. Это мой самый-самый первый комикс. Точнее, именно который прям большая работа, который, ну, там что-то под 40 страниц. Это мой первый комикс, который поехал как раз-таки за рубеж. Оказался и на европейских фестивалях самых топовых, и на Comic Arts Brooklyn. Это самый топ-фестиваль независимого комикса в мире. Посыл истории в том, что нельзя ребенка в себе убивать. Вот тут спустя детство. И вот тут они уже взрослые, типа, и потом на какой-то вот банальной штуке, как просто отрыжка, типа, вот мы превращаемся в детей, веселимся. Ну, он краснокожий. У него еще татушечки тут есть всякие разные. Ручкой, карандашом сделаны. Это вылепил Леха, да? Да, но ему уже плохо тут стало. Это просто, ну, пластилин, по-моему, просто скульптурный. То есть он никак не фиксируется. Ты же вот, будучи подростком, увлек тебя прям спортом, спортом. Да, я вот именно сюда ходил, занимался. Качался? Качался на турничках, да, на брусьях. И параллельно боксиком, да? Боксик, да, борьба и так далее. У меня рост метр восемьдесят семь. Я весил всегда 53 килограмма. И потом что-то я понял, как-то это, малоластенько. А как ты увлекся около футбола? Слушай, я познакомился с Даньком Лил Мелоном. Вот, и мы такие были около рэперы, около футболисты. Гоняли и на сектор, и так, и сяк. Был момент, мы куда-то, я не помню, куда мы в Талицу или куда-то ездили. Тут недалеко от Тюмени. С екбшными дрались. Пацаны старшие более говорят, ничего там нормально, новички, короче. Но это специально заряд был, чтоб никто не боялся. Из-за угла выходим, и там просто стоят машины для убийства. С коловратами на груди. Ааа, давай, давай. Ну и заднюю не сдашь, и все. Я в первом ряду стою, типа я сколько там, 80 килограмм крупный, короче. Вроде одному дал, третьему дал, что-то этого положил. И все, дерусь с одним уже, и мне просто сзади голова прилетает. Я падаю, отрубаюсь, уже пока вся, прихожу, стою, мне еще раз по голове бух-бух, короче. Я уже падаю, в этот момент выпадает капа, мне еще раз по башке, я язык прокусываю, короче. Еще один удар, все, я в отключке, короче. Потом смотрю видео, меня там оттаскивают за ноги. Но мне этого хватило, реально. И кричат, Симе, вставай. Нет, там уже кричат, Тюмень, Тюмень, и мы победили. Да, мы победили. После этого больше не тянуло на выезд? Нет, слушай, мне один раз, так сказать, выбили из меня дерьмо, все, мне хватило этого. Раз уж мы загорлили о Лил Мелане, давай вспомним историю вашего знакомства. Мы заочно знали, короче, друг друга с Даньком. У меня такой видит, я говорю, привет, Леха, он такой, привет, Даня. И руку не тянет, вот так вот на меня что-то смотрит, хитро такой. Я такой, что? И он такой берет меня вот так вот и в лоб целует, такой. Я такой, не понял, немного, ну прикольно, типа, базарно. У него, да, дома была студийка, и вообще основное все время мы у него дома проводили. У него была люто затеганная комната, ни одного живого угла вообще не было. Мы сидели у него, писали музон просто днями. Лет мне было 16, ему 15, мы первый трючок записали. Первые все вот трючки это были такие андеграундные. И потом через пару лет мне уже такой Данек подходит, говорит, вот мой первый, типа, биток нескульный, типа, уже не 90 BPM, а сотрись. Я такой говорю, ну, братан, ну ты че, говорю, ну, куда, ну, зачем ты че, брат, ну, ты че, вот. И все, он говорит, да, брат, хорош предрассудков, типа, говорит, лучше попробовать, чем, типа, всю жизнь хейтить. Вот, и как-то в конечном итоге реально записались, все получилось, на новый музончик начали уже перестраиваться. Вот кто тебя прокачал из так называемой новой школы в России, вот, первый артист? Скриптонит. Вот реально, Скриптонит, и у него как раз на тот момент дом с нормальными явлениями вышел, я че-то слушаю, во мне бурли трава из долей, марихуаны. Короче, прикололо. И потом уже фару начал гонять, Яникса там на тот момент, шоу Лиц Гетто 2 вышел. Потихоньку, помаленьку все, въезжать начал вообще. Скриптонит же отреспектовал тебя за альбом. Да, да. Насколько для тебя это было важно? Слушай, ну, на самом деле, Скриптонит имеет меня в музыкальном плане авторитет, потому что, ну, реально, чувак вообще не из мира всего в плане музла, это люто, и было очень приятно. Ты нас привез к колледжу экономики управления и права, и сказал, что именно отсюда начался твой творческий год. Когда я учился вот в этом заведении, я познакомился с Ромой 163, также участником Мелон Мьюзика. Он тоже учился в этом колледже на пару курсов повыше меня. Посредством этого я познакомился максимально близко с Данией Лил Мелоном. Я делал рэп, наверное, с года 12-го. Вместе с Симе мы в одно время начинали. Это андеграунд рэп был на тот момент, и вот, честно скажу, мне очень сложно было перестроиться. Вот на новую волну эту я не понимал, как читать на эти биточки, как флоу другое можно подобрать, потому что андеграунд все монотонное. Это чемодан клана У-74, салют пацанам, я вырос на их музыке. Данией Лил Мелон как-то сподвиг, там, показал, что можно пофристайлить на автотюнчик, там сразу у тебя в ушах слышно, как ты звучишь, и прям, бля, круто-круто, и начали делать. А когда ты понял, что вот у тебя началась какая-то новая глава в творческой биографии? Мне кажется, в 17-м году это было. Меня как раз-таки отправили в академию из вот этого заведения. Мне оставалось доучиться буквально месяца полтора. Я такой думаю, ну что, я знаю, что я делаю, знаю, что я делаю. И вот я прихожу на экзамен, а мне говорят, иди в учебную часть, пиши бумажку, сейчас маме позвоним, давай сам в академию или выгоним тебя. Да вообще, в принципе, я как-то себя не очень вел, мне кажется, в колледже там. Уходил с пар. Часто мы вот тут где-то шатались просто, на самом деле. Я с детства не изменился, поэтому нахуй вас всех. Путь, когда поступил к нам в шарагу, я общался с такими довольно, ну типа серьезными типами. А путь уже тогда, знаете, типа граффити увлекался жестко, он мутил свои стикеры, гонял в газелях, короче. Он оставлял чуть ли не в каждом кабинете шараги на парте свою наклейку. И один тип мне такой, сышь, блядок, это шабур, это вот этот тип, который, блядь, поступил не в фарпун, ходит тут, блядь, спросим с него, нахуй он портит парты, типа. Янг Вэй с ним так и не поговорил, то есть ничего на него никто не наезжал. Он просто не фарок такой был, а у нас в шараге там в основном... Рабочий. Все рабочие. В 17-м году я мог там три трека за ночь уронить. У Дани Лил Меллона или у Ромы 163 дома, то есть там вот мы с Будой трек сделали, с Лил Меллоном. И еще втроем третий трек, и прям, блядь, это движет, движет. Прям кайфуешь с этого, когда три трека у тебя выходят за ночь. После Академа, когда я вернулся в этот колледж, я себя абсолютно по-другому вел. И, кстати, когда я получал диплом, надо было фотографии вот эти маленькие, паспортные отнести. И вот как-то опять у меня что-то из башки вылетело, и я не сделал этого. И вот мне диплом дают, и мне говорит зауч этого заведения, типа, вот донесешь в течение двух недель, или аннулируем тебе дипломчик. И прошло несколько лет, и я так не донес фотографию. У меня батя был музыкантом всю дорогу, и я на гитаре с детства играл. Потом пошел в музыкалку учиться на гитаре, что-то не вывез. Вообще, моя любимая рок-группа — это Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Не знаю, сколько ему еще лет, но он живет с такой болезнью, и типа, он еще и так живет, как он живет. Он реально мой кумир, выше всех рэперов для меня, клянусь. А когда уже за границей, типа, больше стал вот с местными именно знакомиться, как-то начал фип-хоп втягиваться. А тут рыночные отношения и черная экономика, и вот так я и познакомился уже постепенно. С Лехой Куиджи, и т.д. и т.п. С Данью Лил Мелланом. Йоу. Вот тут мы писались с Лил Мелланом, Будой, Янг Вэем, Симми. Здесь мы познакомились с Майотом. Сейчас комната довольно пустая, но в ней было супер дохуя секций. Короче, диван стоял развернутый вот здесь, прям посередине комнаты, и это была другая комната. Тут тусили, типа. А там, у стены, стоял стол. И тут мы писались. И, блядь, столько дерьма на этом диване было, пиздец. Я боюсь представить даже какого. Я боюсь присесть на него. Там, типа, чуть ли не слоны трахались, реально. Женщина с восьмого этажа с собакой. Передаю вам привет за то, что она постоянно приходила. И чел с шестого этажа, который взрослея на всех, ссал прийти и вызывал мусоров всегда. Вот. Короче, люблю своих соседей. Ну, вы же, наверное, ему мешали спать. Ну, естественно. Мне кажется, у меня весь дом, типа, знает, кем мы стали вообще, кроме вот этой женщины с собачкой, потому что я вчера ее видел, ее мопс пиздец идет какой-то такой, перекошенный у нее. Я такой, простите, а что у вас с собакой? Она такая, старость, а вы что, вернулись? Я такой, к счастью, нет. Она такая, к счастью, к счастью, блядь. Ну, слушай, жалко женщинам. Конечно. Тут реально было много людей. Ну, вписочная хата такая. Хотите, вам отдам? Давай. Ну, забирайте. Наконец-то эта фигня стала себя окупать. Я вообще всегда таким мопбойчиком был. Но депрессии, прям депрессии взрослые, начались после смерти Лил Меллона. Потому что это был мой лучший кореш, и вообще лучший друг, и мне так одиноко стало и грустно. История, которую я про Даню жестко запомнил. Короче, я лежу у него в комнате, туплю в потолок или в телефон, что-то такое, а он играет на клавишах, сидит. Ну, типа просто от балды что-то накидывает. И сначала что-то брым-брым, брым-брым, аккорд. И потом со временем там... И он вообще ни почему не промахивается, а ноту он не знал. Я такой поднимаю голову, такой, Дань, ты там что, еще как? А он, короче, сидит вот так вот переклавишами, у него льются слезы ручьем, он такой, брат, это не я, это мои руки. Как ты это объясняешь? Есть люди, у которых палец воткнут в небо. Вот он такой. Как ты пережил его смерть? Хуево, не пережил до сих пор. Он внутри меня. Да блин, это грустно друга терять. Ты вообще думал о том, что рэп однажды будет тебя кормить? Я вот вспоминаю 16 лет, когда я вот уже первый начал трючки, альбомчики записывать и так далее со своим корешем-одноклассиком. Я на тот момент прям твердо уверен был, что все будет четенько. То есть я приходил на какие-нибудь рэперские концерты, и меня прям сильно бесило, что там люди что-то фоткаться подходят и так далее. Я всегда такой говорил, максималист прям такой был, если я буду с ними сам скоро, не надо мне с ними фоткаться. А потом уже, когда Лю Меллана не стало, типа я уже четко понял то, что нужно заниматься тем, к чему душа лежит, либо, блядь, бессмысленно это все. Это типа стало таким щелчком окончательно? Да, это было лютым щелчком, я бы даже сказал, что это был с вертушки пинок под зад. Можно было сидеть плакать. На нас это люто всех смотивировало, и мы эту энергию все отправили как раз таки на то, чтобы созидать, создавать это. Я думаю, что охуенно получилось. Мы находимся в самой, вообще в супер легендарнейшей комнате Данька Лил Меллана, где начиналось, где реально начиналось все. Тут вот стоял стол, тут на полу валялся матрас, все было в граффити. Творческий беспорядок гения, я бы так сказал. Плюс с нами сейчас тут находится Леха Царев, родной брат Данька, кто, между прочим, профессор. Леха скромничает, но у него есть книга там про Оксимирона, я не знаю, про Эминема и про всех, и говорит, что есть у него желание написать про тюменских парней, про Майлон Мюзик, книжечку. Тут микрофон, я вот прям помню, как из интернета, кафешка. Ну, короче, было прям вот, я никогда это не забуду, как меня тогда Данек разъебал, я первый раз услышал реально то, что хотел слышать. У нас и до этого был уже лютый такой коннект, но вот там прям произошел симбиоз. По-моему, я после того дня, вот я вообще не помню, чтобы я у Данька не был каждый день, то есть я реально просыпался дома там со своей малышкой, что-то завтракал, обедал, чик-чик-чик гнал сюда и все, мы до ночи занимались рэпом. У него была такая фирменная поза, типа вот так он любил себя сидеть, вот так он, короче, сидел, писался, рука на коленке, типа его тут стол, стул, вот так он тут сидел, типа я дремлю на мою трассе, на полу, просыпаюсь, я не знаю, сколько я проспал, там часов шесть, а он как сидел, пишет, так и пишет, и реально Данек был из всех типов, кто там за ночь выдавал там семь демок, знаешь, из них пять реально бомба, две просто какие-нибудь абстрактненькие, типа Данек, отдохни немного, да, вряд ли. Прикол в том, что я вот слушаю какие-то демки Данька, они как будто не устарели, знаешь, то есть он уже тогда, там в семнадцатом году был в музыкальном плане в две тысячи девятнадцатом и в двадцатом, реально, то есть мы все там типа, а он уже там шкать, мы типа, а он шкать. Я могу про Данька вечно рассказывать, но вот он тут вьюл под свою демочку в трусах писькой там, пау, ну короче, это жестко, реально, типок был НЛО, инопланетянин. А тебе вот как со стороны, если сейчас откинуть, что это твой брат родной, вот как по творчеству заходило, и вот как пацаны спросили, думаешь, разъебал бы Данек? Могу вспомнить прям четко тот момент, когда я понял, что Данил в этой теме, когда я приехал, он мне начал показывать Мигас, они тогда вообще вот только появились, Мигас это новые пацаны, а мы типа, будем еще делать пизжи. И вот он, он все это чувствовал прям, он чувствовал, что сейчас будет трэп, что сейчас будет вот это все с автотюном, эксперименты, то есть все те вещи, которые сегодня являются общим местом в современном хим-хопе, он их тогда уже делал. Ну, это я как старший подогнал всем пацанам. Все-таки, все-таки подогнал, да. Как обещал. Не обманул. Но это даже не по моей, ладно, Мози, ты красавчик, может и по моей. Просто задержалось все. Производство должно было чуть раньше, но тем и приятнее, видишь, чик-чик-чик-чик-чик. Именно Оуджи Будо, конечно, себе я вставил все настоящее, на пацанах сэкономил. Слушай, хули она у тебя ярче будет? Да, и по весу она у меня потяжелее, так-то, парни. Бля! Ганьк. Здорово, родной. Здорово, родной-ка. Вот так вот. Вот и по сути с этим парнем меня тоже свел Данька в какой-то степенье. Причем я помню, как он мне вот реально Голд Майот показал и из всех, что он показывал, я говорю, блин, взять не буду, вот это что-то есть. Самый первый трек у меня был набит как раз Данька Алил Меллана, вот он звучал примерно вот так. Пластин как бутся, каберне, пурпурный, ангел мой, удел, хранит, нормально. Потом, был трек, Голд Майот, они такие, да что за Тёма, что за Тёма, все такие, да который этот, золотой Майот. И все, и вот так закрепилось, грубо говоря. При этом Майот, ты не пробовал на тот момент, ни разу? Ни разу. Я заходил в красно-белое, брал там пиво гараж, типа эссо, знаешь такие, которые дешевенькие, но торкают. Я так заходил, и смотрел на полки, там, вот, 4 тысячи Майот, нормально, но не сегодня. И брал гараж лимонный такой, типа ставил, а слово Майот, ты специально с ошибками нашел? Мне прям кто-то на полном серьезе выдал такую тему, что, а если ты напишешь точно так же, как на бутылке, то могут впоследствии возникнуть проблемы с авторским правом, и вдруг там чё кого. Тему сидел, мы пригнали с Будой сюда, и чё-то неприятен нам показался. Парень, честно говоря, ну как-то вел себя, так вызывающий, сильно никак, мы более на спокойном, а он такой, дурачится, дурачится, мы думали, что за дурачок, и вот потом Тёмыч раскрылся. Симми говорил, что ты был подкожным парнем. Подкожным парнем, что это значит? Такой, типа, этот, акне человек. Акне? Да, я, типа, это, ну, там, скапливался под кожей и потом чуть торчал. Так объяснить, например, я пришёл к компанию пацанам, они все уже были на музоне, а я такой влился в компанию, я до сих пор ещё хотел именно, как будто, делать музон, ну, начинал делать, ради того, чтобы на тусовках где-то выебнуться этим. То есть, такой больше, как будто больше... Позер? Да, позер, больше фейм, больше хотелось, типа, внимания на себя, вместо того, чтобы реально, типа, полюбить дело, там, я такой, пацаны, как будто, чуть это подосадили сразу, и я как-то это направился. Что, может, возьмём трубочку? Ага, такой раз. Алло. Алло, это Будда? Да, брат, мы сейчас снимаем вписку, ты выпил. Да, извини, брат, извини, пожалуйста. А что хотел-то, я тебя раза три скинул. Просто пообщаться хотел. Понял. Вписка норм, канал вообще? Да, бум, мой. Вася или Коля? Вася. Не знаю. Ну что, вот мы в семейном кругу. Задавайте ваши вопросики. Следите за успехами, Мелан Мьюзик. Следим. Они постоянно к нам приезжают. Мы даже периодически ходим на концерты. Ну и вообще постоянно списываемся. Гриша нас не забывает. Лёша тоже не забывает. Лёша не забывает. И все остальные. И ребята все остальные. В соцсетях следим. Вы же очень толерантно реагировали на то, что здесь постоянные тусовки происходят. И 24 на 7. записывается рэп. В принципе, я вообще сова вынуждена стать жаворонком. То есть я человек, который не может рано заснуть, а вставать приходится в 6. И постоянные вот эти посиделки до утра жестко. Но с другой стороны, где-то ж надо детям собираться. Лучше пусть дома, чем на улице. Да, в общем-то, я из этой ситуации исходила, из этих соображений. Нет, Юлька всегда знала о Данькиных друзей. Мне кажется, это всех всегда сплачивало очень. Да, да, это на самом деле большую роль играло, то есть что есть такой спотик, где и не наругают, и накормят, и напоют. То есть, ну, меня всегда сюда тянуло, знаешь, я проснулся, говорю, там, смолой пахал, и такой, все, за, люблю, но я поехал. Там еще лучше. Там тепло и сытно. Куда можно прийти, постучаться в дверь, и тебе всегда откроют. Ой, нет, не так. Прийти, а дверь всегда открыта. Она не закрывалась. А вы-то сами слушали эту музыку? Это музыка молодых в основном. Может быть, она драйвовая такая. Может быть, те проблемы, которые их волнуют, ты уже их немножко перерос, может быть, где-то у тебя свое. Это, во-первых, во-вторых, не знаю, в общем, немножко не мое, но я Данила поддерживала всегда. А мне очень у него рифф нравится. Это мой, это вообще любимый прямой трек. каждый взрослый, знаете, если чуть-чуть выникнет, то найдет для себя там то, что ему понравится. Отличный трек, мне очень нравится. это как я, я же там не слушаю Сосо Павлиашвили, но знаю, что это очень круто и красиво и есть там вот радовать, мне нравится в плеере у меня даже есть. Но так в целом, например, я особо не вникаю. Думаю также у более взрослых людей с хип-хопом, что так на поверхности молодцы, красавчики, есть грамотные мысли, есть ужасные песни. Творите, красавцы. Да, вперед. Ну здорово, конечно же, то, что тут писалась, там музыка, ее в итоге услышали сотни тысяч человек. Да, и реально она тут начиналась. Тюмень, дай шубу для моего брата Майори Кассачи. Еще шубу для брата Кассачи. Майори Кассачи. Я прошу вас всех после просмотра данного интервью набрать мамуле, бабуля сказать ты не то, что с большой буквы у меня, ты просто легенда, мамуль. Спасибо, люблю тебя. Ну вот условно говоря, с мамой мы что-то говорили, и она такая, блин, сыночка, приезжай, может там хотя бы на недельку соскучилась. А я смотрю расписание, ну и у меня реально вся неделя расписана, и я ей говорю, блин, мамуль, забавно так получается, типа мы всю жизнь работаем, зарабатываем бабки, жертвуем своим здоровьем и личным временем, чтобы потом на эти же бабки купить это здоровье, себе вернуть, там попытаться и как-то вот это личное время, воспоминания, ну короче, это вечный круг такой какой-то. Самое, что мне разбивает сердце, я сейчас приехал в Тюмень, и с того раза, как вот я в прошлый раз не был, прям визуально опять постарела бабуля, сердце кровью обливается, и я ей говорю, как помочь-то тебе, бабуль, я хоть что сделаю, бабки, это, а она, ну знаете, эта фраза, да мне, я старуха, ничего мне надо, ни бабок, ничего мне не надо, я вот такие моменты понимаю, что реально, все, что я могу дать, и помочь, это время, и внимание, а с этим тоже тяжело в последнее время, и вот она вечно такая дилемма, и пацаны, я вам говорю, не в бабках вся сила, бабки кайф, вообще лютые, шмотки, свэк, рэп, трэп, тёлки, йоу, круто, галочка в инсте, подписчики, авторитет, фит с Тимой Белару, бля, ну ты типок, вы со временем сами это поймёте, но это реально пыль, по сравнению с тем, что реально ценно и по-настоящему, слит 125 тысяч рублей в стрепухе, ну прикольно, базара нет, но с бабулей прикольней, ха-ха-ха-ха, селите 125 тысяч стрипухи, с бабулей 125 тысяч стрипухи, вот если кто не так, это вообще, вот это реально, покажите своей бабушке жизнь, скажи бабуль, ты всю жизнь что-то это, поехали в стрепуху, я тебе экономила, погнали, реально в стрепуху, пацаны, маму уважаете, любите, конечно, деньги есть? есть, сколько? сейчас, на карте только, сколько? на букетик хватит? домой пойдешь, возьми цветочков, маме, я тебе говорю, чемпионом будешь, но если цветочков купишь, одна роза стоит 85 рублей, у тебя еще 425 останется, родная душа, а у меня старина, короче, чуваки, это наше жилье, также наше творческое пространство, вот же буду, уже старая школа, дожили, я слушаю чела, в которые школу прогуливали, мы находимся в моем логове, логове страсти, а.к.а. бухта молодости, а.к.а. хата. прикинь, ты при телке сейчас зачитаешь, она тебе даст, а было такое? ком, блядь, взял почти за 300 тысяч, это, блядь, не хухры-мухры нахер, что вообще можно купить на стримы, ну вот, с такого хита, как голодный пес, глебчик, если ты видишь этот видосик, погнали, что не замутим, Параон и Тутанхамон, возьмем Клеопатру на фит, в двух словах, можешь объяснить, почему мелан мюзик никогда не распадется? Загадывать не будем, Ян Граша, Субтитры сделал DimaTorzok